ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ку-ку-плей! Привет, ребята! Давайте поиграем сегодня с вами в археологов. Смотрите, какой набор я принёс сегодня. О, кто-то страшный. Кто это? Динозавр! Набор так и называется. Раскопки динозавры. Я так понимаю, что нам с вами придётся сегодня откопать скелет динозавра. Правда, он находится внутри по частям, а мы как раз и соберём его вместе. Ну, открываем коробку. Итак, вот что внутри. О, это набор настоящего археолога. Давайте-ка посмотрим повнимательней, что здесь находится. Ага, это у нас скребок, это щёточка, а это молоток. Ну, а это, конечно же, гипсовый слепок, где и находится скелет динозавра. Смотрите-ка, здесь даже что-то написано по-английски. Dig it out. По-моему, это переводится как «выкопай это». Ну, давайте уже скорее вытащим этот наш гипсовый слепок и разобьём его. Так, посмотрим. Наш гипсовый брикетик запакован вот в такую слюду. Думаю, её легко снять с помощью ножниц. Вот здесь какое-то отверстие. Просовываем ножницы внутрь. Оп! Так. Внимание! Всё очень легко сползает в брикета. Всё, мы готовы к работе. Ммм, молоточек кажется, что пластмассовый и лёгкий, а на самом деле очень тяжёлый. Там, по-моему, внутри что-то металлическое. Ну, приступаем уже. О! Получилось! Главное не разбить скелет внутри. О! По-моему, я вижу скелет. Теперь пора перейти к более тонкой работе. Убираем молоток, добавляем скребок и щёточку. Ого! Вижу здесь полный скелет и ещё много частей скелета. Вот они, лапа и позвоночник. С помощью скребка удаляем крупные части гипса, и скелет почти, почти голый, без всяких ненужных ошмётков. Крупные части гипса мы убрали со скелета. Теперь дело за щёточкой. Микроработа. Итак, ещё чуть-чуть, чуть-чуть, и скелет очистится от этой ненужной пыли. Мы его уже очень хорошо видим. При желании его можно помыть. Простой водой. Так написано на коробке. Вот он, какой интересный скелет. И, насколько я помню, называется этот вид динозавра Трицератопс. Но это ещё не всё. Ребята, я вижу здесь много других фрагментов, ещё более огромных размеров скелета. Продолжаем искать. О, я что-то вижу. Ещё один фрагмент. По-моему, это череп. О, это точно череп, только две его половинки. Как интересно. Так, ребята, здесь я вижу отдельно хвост. Но этот кусочек можно разбить молотком. Правда, повредить хвост. Поэтому работаем с грибочком. Мелко-мелко, мелко очищаем наш хвост маленькими некрупными движениями, чтобы не повредить этот фрагмент драгоценный для каждого археолога. Итак, мы почти его освободили. Ещё одно движение, и он свободен. Смотрите. Ну всё, ребята. По-моему, все 10 фрагментов мы нашли. Давайте посчитаем ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Всё верно. Осталась самая тонкая работа. С помощью кисточки очищаем все наши фрагменты и собираем их в один большой. Я думаю, это будет несложно. Главное, включить голову. Вот, кстати, и она. Голова. Голова динозавра. Я собрал её из трёх фрагментов. Даже челюсть двигается. Смотрите. Вот, у нас уже и туловище готово. Осталось присоединить заднюю лапу. Раз, и переднюю. Два. И последнее, самое важное. Соединяем туловище с головой. Раз, два, три. О-хо-хо! Вот, посмотрите. Я думаю, что этого маленького динозавра положили в гипс для того, чтобы он помог нам собирать вот этого большого из разных фрагментов. Ну вот. А теперь осталось самое интересное. Собрать весь вузор. Пока. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...